Ученые установили, что наибольшему риску подвержены пожилые люди старше 80. Уровень смертности в этой возрастной группе составляет 14%. Риск стать жертвой вируса резко повышает и хронические болезни, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, заболевания дыхательных путей и высокое давление. Чем моложе человек, тем больше вероятность того, что заразившись вирусом он выздоровеет. Интересно также, что среди заразившихся вирусом практически нет детей в возрасте до 10 лет. Но почему в столице больше всего умерших от КВИ? Город Нур-Султан, по количеству проживающих жителей, относится к крупному региону. И очень с большой миграцией. Это столица страны. Поэтому по количеству уже подтвержденных лиц с наличием коронавирусной инфекции, в отдельном весе в целом по стране это почти 19%. Смертность среди мужчин значительно выше, чем среди женщин. Отмечается высокий риск заражения, которому подвержены медики. Ряд ученых во всем мире приходит к выводу, что жертвы вируса умирают не от самого КВИ, а от реакции на него иммунной системы. Особенность данной вирусной инфекции в том, что у некоторых людей она может вызвать неадекватно высокую реакцию иммунной системы. Примерно у 10% пациентов это может привести к летальному исходу. В 80% случаев болезнь протекает с легкими или умеренными симптомами, отмечают исследователи. Есть моменты, когда, несмотря на все проводимые мероприятия, мы теряем наших пациентов. Да, 14 пациентов в таком ситуации оказались наши медики, но это ранее я говорила, есть много факторов риска, есть высокие факторы риска, это наличие сопутствующих заболеваний, далее несвоевременное сообращение. Столицы могут ужесточить карантин, если горожане и компании продолжат халатно относиться к требованиям санврачей. По мнению медиков, часть астанчан не верит в существование вируса. Недопустимо говорить, что пандемия вируса осталась в прошлом, уверены санврачи. По их словам, осторожным нужно быть всем. Вирус не смотрит на чины. Кстати, сегодня стало известно, что вирус обнаружили у депутата Мажелиса Бекпалата Тлеухана. Врачи говорят, что депутат по возрасту относится к группе риска, хотя ему всего 54. Группа риска по возрасту, тут к этому можно отнести, но заболевание, вирус он не выбирает особо. И молодые, и пожилые болеют. Начну тень стабильное, лечение получают в соответствии с протоколами. В пресс-службе палаты сообщили, что депутат Тлеухан, у которого и подтвердилась инфекция, уже давно работает удаленно, поэтому ни с кем из других членов палаты он не контактировал. Хотя известно, что пять его помощников находятся на карантине. Отмечается, что члены палаты, перешагнувшие 65-летний возраст, работают удаленно. Входящих в здание проверяют тепловизорами. Бауржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.